Для крупных проектов эффективнее плановая экономика, для среднего и мелкого звена лучше вариативная, что не запрещено, разрешено и возможно много больше одного варианта, недопустимо тока эксплуатации. Правильный зоб, золотые слова. Я не готова говорить о конкретных отраслях, но общий смысл, я думаю, понятен. А по конкретным отраслям вам каждый все как бы расскажет. Я просто помню еще с Советского Союза, ну вот были люди, вот с ними говоришь, они говорят, да не пойду я на завод, я лучше устроюсь где-нибудь сторожем сутки через трое. И действительно они находили такую работенку, чтобы их не пинали за типа тунеядство. Если кто не знает из молодежи, тунеядство в Советском Союзе было запрещено. Они устраивались на какую-то вот такую халявную работенку за три копейки, каким-нибудь сторожем сутки через трое. И занимались своими делами, что-то там мастерили, что-то делали, что-то шабашили, в гаражах своих что-то там. И самое забавное, их никто не трогал, потому что если они были действительно хорошие, допустим, мастера, то к ним в гараж ездили и КГБшники, и игрушники, и все коммунисты местные. И так далее, и тому подобное. То есть вот несмотря на то, что концептуально в стране была немножко там, скажем прямо, неправильная концепция, на местах люди это все разруливали. Вот и все. Вот так вот оно и было. Спрашивается, какого черта трогать таких людей? Он мастер, он вам мотор с закрытыми глазами переберет. Очень хорошо, пусть работает, не трогайте его, и в Советском Союзе тоже. То же самое касалось и баб. Они точно так же делали ноготочки, стрижечки, что-то там шили, вяжали и все такое прочее. И зарабатывали бабки, формально числяясь где-нибудь на вот такой вот работенге, где можно не париться. Спрашивается, зачем? Пожалуйста, пусть человек этим занимается, он никого не эксплуатирует, он сам по себе офигенный мастер. Но не давали, видите? И это было неправильно. ЦИПСО это центр информационно-психологических спецопераций. Это именно те мрази, которые разгоняют всякое фуфло, в том числе и в России. Содержат ботафермы по обзвону «Здравствуйте, я из службы безопасности Сбербанка». Это все та же публика. Продолжение следует...